Я приветствую вас, мой маленький любитель фотографии. В этом видео мы поговорим про самые частые и грубые ошибки в маркетинге. Меня зовут Георгий Романов, я профессиональный фотограф и специализируюсь на фуд-съемки и портретные съемки для бизнеса. Итак, друзья, что в моем понимании маркетинг? Маркетинг или маркетинг – это позиционирование себя на рынке и поиск клиентов непосредственно для получения выгоды, в данном случае денег. Я хочу сказать, что, будучи профессиональным фотографом, довольно-таки очень тяжело перестроить свое мышление с техническо-творческого на вот такое маркетинговое. Поэтому в определенный момент, когда человек может себе позволить специалиста, он нанимает маркетолога, а не занимается всеми этими вещами. Но в данном случае я, хоть и у меня есть свой маркетолог, но я точно также пытаюсь поднатореться в данном направлении. То есть я говорю, что я не профессиональный маркетолог, я в этом деле нуб, но тем не менее я не боюсь говорить о том, какие же ошибки я допускал в том числе. И первая грубая ошибка – это как раз-таки быть неподготовленным к отказам. Отказы, они случаются гораздо чаще, чем наоборот какие-то положительные действия. То есть, если вам отказали, то можно спросить, почему, каковы причины, но уж абсолютно точно не принимать все близко и на свой счет. Гораздо более странно, если вам вместо отказов все время говорят «да». Это повод задуматься. Возможно, у вас слишком низкая ставка, возможно, вы пытаетесь занять все стулья, усидеть на всех стульях. И я не думаю, что вам это на самом деле нравится. То есть, когда вам говорят «нет», это нормально. И как раз-таки стоит просто спросить еще раз, почему вам сказали «нет». Если вам скажут, что вас цена не удовлетворяет, либо вы не тем занимаетесь, либо вы не подошли нам по стилю, это абсолютно нормально. Это как раз-таки повод просто понять, что, возможно, это не ваш клиент. Да. Или, возможно, что-то нужно доработать. Но абсолютно точно нужно привыкнуть к отказам. Отказов будет гораздо больше, чем «да». Второй пункт – это все усложнять. Мы очень любим усложнять абсолютно все. Это как раз-таки происходит от природы перфекционизма. Что я под этим имею в виду? То есть, когда мы общаемся, например, с клиентом, мы хотим вывалить на него сразу всю техническую информацию о том, какой свет нужно поставить для того, чтобы вот этот продукт или человек выглядел гораздо красивее. Или какой объектив позволит выдать максимальную резкость. Или, например, почему со мной выгодно работать из вот таких вот 20 пунктов. Друзья, надо быть проще. Надо быть проще и не стараться пытаться вывалить абсолютно все, особенно технические подробности, которые человеку, который в этом не сведущий, абсолютно нахрен не нужны. То есть, быть проще гораздо выгодней, потому что люди таким образом получают два сигнала. Первый – что вы абсолютно адекватны. А второй – что с вами будет приятно работать. То есть, профессионализм, он в данном случае заключается как раз таки в умении слушать, а не разговорить. Третья довольно частая и грубая ошибка в маркетинге – это отсутствие последовательности. Что я имею под этим в виду? Смотрите, предположим, я хочу развить какую-то нишу. Вот в моем случае я развиваю нишу меню съемки для ресторанов и кафе. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно на сайте выложить примеры, создать коммерческое предложение, в котором будут цены, количество, выгода и кейсы. После этого нужно зайти на сайт, поисковик, создавить список ресторанов и начать им звонить. Здравствуйте, меня зовут Георгий Романов, я фотофотограф и хочу выслать вам свое портфолио. С кем я могу поговорить? Да, поговори, пожалуйста, с Кеном или поговори, пожалуйста, с Димой. Он занимается как раз таки вот этими всеми вещами. его email адрес такой-то. Окей, хорошо. Все, я дальше этому Диме высылаю свое коммерческое предложение и, по сути дела, больше ничего не делаю. Я жду. Потом, через неделю или через две, я могу написать email или позвонить и спросить, узнал ли человек, посмотрел ли человек, было ли у него время. И если у него времени не было, я снова кладу трубку, я снова жду. Если у него было время, он посмотрел, я его выслушаю, какие у него столкнулись проблемы. Что у него получилось, что не получилось, хочет ли он со мной работать, не хочет ли он со мной работать и так далее и тому подобное. То есть, данная работа не делается за один раз. Не нужно сразу клиенту пытаться что-то продать, не нужно сразу клиенту что-то пытаться навязать. А нужно понимать, что последовательность – это ключ к успеху. Следующий пункт – осознание, что это работа в долгую. Когда мы производим вот такие вот действия, которые я описывал ранее, то это занимает время. То есть, данный путь, он занимает время. Я месяц создавал лишь одну базу. Еще месяц я тратил как раз таки на рассылку этих объявлений, прежде чем получил первый отклик. И еще примерно где-то недели две, три у меня ушло как раз таки на первый кейс, который не закончился успехом. Я рассказывал об этом в предыдущем видео. То есть, это растянулось почти на три месяца. Да, это медленно, но надо понимать, что такой подход, он накапливает момент инерции. То есть, чем больше и чем дольше мы этим занимаемся, тем мощнее становится вот этот снежный ком, тем больше о вас узнают как о профессионале и тем чаще будут приходить заявки, тем чаще будут приходить звонки и все больше и больше и больше. То есть, в данном случае, скажем так, медленный старт, долгий и длительный, который не приносит результат, он принесет результат в будущем. Ну, а будущее такое довольно далекое, может быть и год, и два, и три занятия. То есть, нужно понять, что это требует время. И на протяжении всего этого времени, если вы хотите работать с этим человеком, то есть, вы не хотите просто так прийти, что-то ему продать, там фотосессию, семейную, портретную, там фуд фотографии и подобные, то вам нужно держать с ним связь. Подписаться на социальную сеть, посмотреть, чем он увлекается. Поставить лайк, что-то написать в комментариях. То есть, делать так, чтобы вы не были слишком назойливым, но и не совсем терялись из виду. Просто таким образом у человека откладывается в голове, что, да, этот чувак, он занимается фотографией, вот таким-то вот видом фотографии. Он мне сейчас не нужен, я вообще о нем даже не думаю, как о том человеке, который будет мне что-то там выполнять, какую-то работу. Но в будущем, друзья, это обязательно сработает. Потому что тогда, когда ему потребуется фотограф, он вспомнит только вас и никого больше. И вот это вот как раз таки будет ваш звездный час. Ну и пятый пункт, это расти над собой. Как еще раз говорил, я не профессиональный маркетолог, я в этом деле нуб. Но, тем не менее, даю вам об этом советы. Мне даже немножечко смешно. А советы я даю, потому что прошел через все это и получил я их уже от профессиональных маркетологов. Потому что, когда я им давал, как говорится, вот то, что я делал, я получал обратную связь. Они мне говорили, ты вот здесь делаешь неправильно, ты вот здесь вот допустил ошибку, а вот здесь вот нужно сделать вот такое-то. А где выгода от клиента? А почему я не понимаю, что я получу за эти деньги? Все вот это вот давало мне опыт. И этот опыт я сразу же внедрял в свое коммерческое предложение. Оно становилось все лучше, оно будет становиться все лучше, я не говорю, что оно идеальное. То есть, здесь как раз таки и заключается тот самый философский камень, если так можно выразиться. Когда вы понимаете, что всегда есть место для роста, всегда есть точка для роста. Но никогда не нужно отказываться от работы с тем, что есть. Берем обратную связь, растем над собой, понимаем, что мы всего не понимаем, мы не можем просто всего понимать. И продолжаем развиваться в этом направлении. Что ж, друзья, надеюсь ролик вам был полезен или вы хотя бы немножечко развлеклись. С вами был Георгий Романов, у меня на этом все. Люблю вам вашим близким и пока!